Достучаться до соседей застройщиков пытаются жители дома номер 63 Шемкенского микрорайона Восток. Горожане утверждают, что масштабную стройку рядом с пятиэтажкой затеяли без их ведома. Без плюсов только то, что стройку обнесли профнастилом. Все остальное сплошная головная боль. Живу здесь 32 года, с самого заселения. Дом самого заселения на насыпном грунте, он типа как аварийный. У нас краны огромные, вот эти бульдозеры, камазы, это под окном, прям под окном. Уже камень поставили, я им говорила, предупреждала. У нас есть решение, у нас решается. Они никого не слушают, работают до 9-10 часов. К круглосуточному шуму, стуку и грохоту строительной техники, пыли и грязи добавился еще и невыносимый запах. Прямо возле многоэтажного дома рабочие устроили отхожее место. Мы что, должны нюхать это? Что это вообще такое? Достучаться до подрядчиков, удоведенных до нервного срыва, востоковцев не получилось. Увидев все мощную группу, охранник лишь прокричал через забор, мол, главного бригадира в месте сейчас нет, и попросил всех недовольных и возмущенных удалиться. Я не могу никого позвать, уходите отсюда. В Имбекшинском Акимате просят жильцов успокоиться. Все работы ведутся на законной основе. Есть и конкретный график проведения работ и их окончания. Строительство завершится весной будущего года. На месте котлована воздвигнут многоэтажный жилой дом. Согласование во всех государственных органах данная организация взяла. По согласованию с жителями он строит на своей территории. И с жителями, по уверению данной организации, они проводили сход. Говорили о том, что в связи с тем, что строительство создает временные неудобства, какие будут вопросы, чтобы решать совместно. Поэтому аварийные дома признаются у нас после проведения экспертиз и изысканий. По данному микрорайону у нас нет ни одного аварийного дома в Востоке. Жильцы 63-го дома в законности документов сомневаются. Они намерены писать коллективную жалобу на имя Акима области. Если и это не поможет, граждане обратятся с заявлением в суд.